На этих кадрах Григорий Бондарь проводит очередную операцию. Таких в год у него было около 500. Родом из села Искра Великоны Василковского района, все 55 лет своей медицинской практики хирург провёл в Донецке. Юрий Яковец знаком с академиком более полувека. Мужчина говорит, знаменитый хирург всегда старался протянуть руку помощи больным. В хирургии, в онкологии выполняются же большие операции. И нет двух одинаковых операций. И бывают совершенно нестандартные ситуации. Как он виртуозно выходил из этих ситуаций, ну это надо было видеть просто. Григорий Васильевич был одним из столпов, одним из основоположников развития онкохирургии в Украине. Это очень большая потеря. Сейчас, уже и со вчерашнего вечера, и сегодня, мне звонили знакомые, наши коллеги из других областей Украины, с кафедр онкологии, потому что у нас опорная кафедра, которую руководил Григорий Васильевич. Передавали соболезнования и выражали самое глубочайшее сочувствие в связи с этой, как они говорили, невозвратимой потерей. В 2009 году Григорий Бондарь первым в мире провел операцию по замене пораженного раком желудка на искусственный. На этой стене вывешены патенты на медицинские изобретения. Всего их здесь около 300. Все это наследие оставил после себя Григорий Бондарь. Валентина Анисимова лично убедилась в высочайшем мастерстве донецкого хирурга. Григорий Бондарь помог выздороветь ее брату и сыну. Я очень, очень горюю. Для меня это, ну я не знаю, жизнь. Даже все знают, сколько я обращалась к Григорию Васильевичу и сына, он помог мне спасти, и брата. Я ему низко кланяюсь. Последние два месяца Григорий Бондарь операции не проводил. Он был болен, но при этом, рассказывает коллеги, до последнего руководил работой Донецкого противоопухолевого центра. Вклад Григория Васильевича Бондаря, академика, Национальной академии медицинских наук Украины, действительно огромный. Он огромен, скажем так, и по меркам нашего украинского государства, где и в котором Григорий Васильевич последние несколько десятков лет был лидером в области хирургической онкологии, так мы считаем, в области палеотивной онкологии. Его вклад является огромным и с точки зрения развития мировой клинической онкологии. Он был действительно выдающимся человеком, хирургом, ученым и, как мы говорим, действительно гражданином. Похоронят Григория Бондаря на Ново-Игнатьевском кладбище. Траурные мероприятия начнутся 29 января в 12 часов. Игорь Тарасевич, Артем Молчанов, Панорама.